Вы, конечно, тоже хотели бы посмотреть, как мы с Максимом перевернули квадроцикл. Как потом я другой квадроцикл утопил. Вы бы также хотели посмотреть, как я на большом автомобиле, маленький автомобиль протаранил. Все это вы бы могли сделать, если бы у нас был эфир. А у нас есть эфир. Дело в том, что я уже три года назад продемонстрировал вам все то, что я снял. И все это на телеканале YouTube. Вы можете писать под заголовоком YouTube. Там есть такая штучка. Поиск Челейкин, либо Челейкин по-английски. Выйти на меня и посмотреть все то, что мы вам показали. А мы вам показали полторы тысячи сюжетов. Если бы все это дело у меня в голове было чуть раньше, я вам показал 3000 сюжетов. А именно столько мы сняли за то время работы, в которой я эфир. Конечно, вы бы хотели посмотреть, как мы прокатывали машинки на тест-драйве от Мира Экстрима. И все это дело было в прошлую субботу. Но тогда была температура минус 30 градусов. А сегодня чуть-чуть другая температура. И вот мы вам говорим, что мир Экстрима, который располагается здесь, на Голливуле на 1А, вам показывает, как это необходимо делать. А делалось это клево. И хоть мороз крепчал за минус 30, здесь, на горнолыжном центре Металлург-Магнитогорск, было представлено то, что продается в мире Экстрима. А это замечательные китайские квадроциклы ЦФ Мото. И баги. В смысле, полноприводные баги. Баги, на которых можно ездить хоть куда. Кстати, насчет Китая. Китай сегодня обладает самой мощной армией. И пусть по ядерному оружию отстает от нас, зато является первой экономикой мира. А где есть первенство, там и есть и суперквадроциклы, баги и мотоциклы. Слушай, ну вот, по-моему, классно, да? Погода прекрасная, хотя и мороз, но у нас в запасе техника. Как она у тебя здесь? Хорошая работает? Отлично, не жалуюсь. ЦФ Мото вообще прекрасная, особенно зетка. Правда, в Субургопах можно застрять, а так хорошо. Но спасает квадрик. И что же такое ЦФ Мото? ЦФ Мото это китайская техника. Они делают квадроциклы, зетки, баги. И все это работает у нас в России? Да, еще они делают мотоциклы, любимая их техника. Все это работает прекрасно в России. И вы посмотрите, все, что привез мир экстрима, оно замечательно работает. И даже когда на улице минус 30. Скажем честно, для Китая такая обстановка тоже не очень. Но очень клево пашет все то, для чего созданы квадрики и баги. Еще раз напомним, это не баги для мотокросса, это настоящие полноприводные баги. Еще что очень понравилось, так это то, что на квадроцикл можно навесить. В данном случае навесили скребок для насто и снега. И что ни в коей мере не сказалось на том, как машина передвигается. В общем, я бы на Китае поставил бы все 5 баллов. Огромное спасибо за то, что предоставили нам этот замечательный праздник. Погода подвела немножко. Все-таки температурный режим сегодня не соответствовал нашим ожиданиям. Потому что 35 градусов температура, конечно, не для покатушек на квадроциклах. Снегоходы как бы нормально, все. Но квадроциклы хоть с трудом, но завелись в такую температуру. Ну, мы сегодня представляли на покатушках все-таки 3 бренда. Люди могли оценить все 3 бренда. Это HON, это ARTICAT и SEFIMOTO. То есть SEFIMOTO квадроциклы. Две модели катались. Две модели еще новые стоят на пьедестале у нас там. В этом году они выпустили Z8 серию. Очень интересная машина, я думаю, перспективная. То, что касается HOND. Ну, вот эта самая топовая HONDA 680. Еще оснащена G-WILDS'ами. То есть обалденная проходимость. Да, 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 эти штуки называются G-WILDS. То есть она позволяет ездить везде, да, это по какой-нибудь мере? И зимой в том числе? Снегоход, конечно, не заменяет. Но вообще они были разработаны для песка. То есть песка для песка, для болот. Но и, как сегодня показали наши испытания, то есть, конечно, достойно вели себя и в снегу. То есть двигаться позволяет, конечно, не заменяет, еще раз говорю, снегоход. Но если вот так вот альтернатива, чтобы надо где-то переехать зимой, то есть они позволяют это делать. При небольшой их неистоимости. То есть прекрасная штука. То, что касается артикетов, допустим, сегодня мы предлагали прокатиться на горных моделях и на утилитарных. Утилитарники представлены были как двухтактным, так и четырехтактным двигателем. Отличаются тоже довольно-таки сильные. Двухтактные 64 лошади, четырехтактные 125. То есть люди оценили, то есть прокатились, понравилось довольно-таки. На разнообразии это с двигателей было представлено. Ну и горная модель, конечно, у кого были права, тоже могли ощутить, что это за машина. А вы знаете, что такое Мир Экстрима, который располагается здесь, на улице Гариульна 1А? Так вот, Мир Экстрима сделал очень просто. Я попросил, они мне выдали замечательную газонокосилку. Нормальную газонокосилку, они этим делом не занимаются, но все-таки. И в связи с этим я им показываю эти замечательные сюжеты. То же самое я обращаюсь к нашим замечательным телевизионным каналам. Дело в том, что у меня проблемы с головой, да, и мне необходимо тратить денежки на лечение. Вот, я прошу, а почему бы и нет? Ну, у каждого же дилера есть машины, которые вы обязаны просто продать. То есть человек приходит, хочет апгрейд, вы забираете машину, почему нет? Ну, видать что-то у них там с головой неправильно. Хотя я вам скажу, что ценник в программу Автостоп это 1000 долларов, ценник в программу Дом, Милый Дом это 1000 евро. Вот, чтобы было понятно, да? Вот, но тем не менее, вот так вот работает Мир Экстрима. Показывает вам тест-драйв, еще там машинки везде, где хочет. И потому что они знают, с кем надо работать. А работа надо только справиться.